В Арктике может появиться научно-образовательный центр мирового уровня. Инициаторами его создания выступили главы Ненецкого округа и Архангельской области. О перспективном проекте говорили накануне в столице Поморья. В совещании приняли участие губернаторы двух соседствующих субъектов, руководство САФУ и представители крупных производственных корпораций и ведущих вузов, специализирующихся на изучение арктического региона. Алина Ваучейская продолжит тему. За круглым столом собрались те, кто прямо или косвенно связан с арктической территорией. Представители власти, ученые и руководители крупных промышленных предприятий и производств. Тема для обсуждения – создание научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики». В соответствии с 204-м указом президента от 7 мая 2018 года у нас перед стороной поставлена задача совершить научно-технологический, промышленный, индустриальный и социальный рывок. Никак не меньше. Одной из составляющих этой задачи в рамках достижения этой цели необходимо предложено создать в регионах России не менее 15 научно-образовательных центров, которые должны быть межведомственными, решать задачи науки, промышленности, социального развития территорий. Необходимость появления научно-образовательного центра сегодня более чем актуальна, ведь с освоением Арктики увеличиваются техногенные нагрузки на хрупкую северную природу. По своей сути, создаваемая структура – это союз научных сотрудников, промышленных предприятий и региональных органов власти. Основной базой центра станет Северный Арктический федеральный университет. С осени 2018 года мы эту работу начали и в направлении создания сети партнерств в Архангельской области, и в Ненецком автономном округе в отношении Заполярного научно-образовательного центра. И здесь можно сказать, что мы таким связующим звеном являемся, в том числе и между субъектами на этой площадке нового НОЦа. Но, на мой взгляд, вообще НОЦ имеет очень важное культурно-политическое значение, потому что он вокруг себя объединяет два субъекта – абсолютно разные промышленные предприятия и бизнес-структуры разного масштаба, учреждения образования, учреждения науки и внутри наших собственных регионов, и за пределами регионов, но которые имеют интерес для своего развития здесь у нас, на севере и в Арктике. Упор планируется сделать на разработку и изготовление материалов, техники и предметов быта для эксплуатации в арктической зоне России. Причем будут охвачены такие отрасли, как строительство, ремонт и эксплуатация морских судов, полярная авиация, иноземный и ледовый транспорт, добыча и транспортировка углеводородов, горнодобывающая техника, строительство, жилья и дорог, арктическая энергетика, одежда и предметы быта для человека. Нинецкий округ в этом проекте выступит своего рода международной площадкой для апробации научных разработок. Мы находимся в такой 100% на арктической зоне, на территории Крайнего Севера, которая от всех наших основных федеральных центров, от столицы, от Санкт-Петербурга, находится в наибольшей близости. У нас нет разницы во времени, как у других территорий. В этом смысле, казалось бы, это небольшие преимущества, но с точки зрения практической деятельности они дают хорошие конкурентные возможности. Поэтому мы это обсуждаем. Мы обсуждаем это и с САФУ. В этом году довольно активно отработали с МФТИ, с МГТУ имени Баумана, со Сколкова. То есть у нас такая неплохая научная агломерация учреждений образовывается, которые проявляют уже практические интересы, уже в этом году, в течение года проводили практические эксперименты на территории нашего округа, которые во многом признались успешными и имеют все основания для продолжения. Как отметил в своем выступлении Александр Цибульский, появление в Арктике такого центра даст импульс к экономическому и социальному развитию северных территорий, и в частности Ненецкого округа. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, что поможет остановить отток молодежи и сделает регионы привлекательными для научных сотрудников. Проект создания научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики» в мае этого года будет представлен президенту России Владимиру Путину. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», Ненецкий автономный округ.